ВОСТОЧНЫХ ЕДИНОБОРСТВ После кровавых столкновений жанр перешел в стадию духовного и творческого переворота. ПОЗИТИВНАЯ МУЗЫКА Искусство боя Настоящий воин должен быть ответственен за свои поступки. Должен сам отвечать за последствия. Какой еще техникой ты хотел бы овладеть? Не должно быть никакой техники. О чем ты думаешь, когда смотришь врагов в глаза? Врагов не бывает. Почему? Потому что слово «я» не существует. Красивый бой должен быть похожим на маленькую игру. Но эта игра должна быть серьезной. Когда противник напрягается, я расслабляюсь. Когда он расслабляется, я напрягаюсь. И если есть возможность, я не вступаю в бой. Рука сама бьет. Рука сама бьет. Рука сама бьет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Восточное единоборство происходит от китайского слова вуша. Ву означает восточное единоборство как действие. Ша в переводе означает рыцарство. Понятие вуша двузначное, поскольку восточное единоборство носят больше духовный характер, чем смертоносный. Во всех боевиках очень интересный сюжет, который просто переполнен захватывающими сценами. Эта комбинация, где чередуется любовь и юмор, сделала этот жанр самым популярным в мире. Боевики с удовольствием смотрят как работники офисов, так и критики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фильм у Тигр готовится к прыжку, крадущийся дракон с участием. Комбли было присвоено 10 Оскаров, а также 4 победы в номинации «Лучший кинофильм». Комедия «Час пик-2» с участием Джеки Чана в 2001 году занимала в США первое место по популярности. А в фильме режиссеров «Ваковских», «Матрица», спецэффекты и хореографические трюки выполнены на невиданном ранее уровне. А сейчас мы постараемся выяснить, кто же настоящий прародитель и кто всерьез занимается этим искусством сегодня. Поначалу это искусство понимали неправильно. Люди думали, что его смысл заключался в ударах ногами и руками. Они не понимали, для чего все это делалось, не понимали борцов за справедливость, которые хотели улучшить жизнь себе и окружающим. Как и когда китайские режиссеры обнаружили великую силу в восточных единоборствах? После того фильма появился этот. Бексика. Да, восточные единоборства произошли от оперного искусства. Но не от обычной оперы, а от уникального стиля под названием «пекинская опера», которая была частью китайской культуры на протяжении столетий. Но каким образом восточные единоборства могли быть оперой? Это произошло в середине 60-х-18 века. Когда к власти пришла династия Манчу, они признали Шаолинь противозаконным. Они приказали войску разрушить храм Шаолинь. Удалось спастись всего пяти ученикам, воспитанникам из тысячи. Они увидели, как было уничтожено все, что они создали, как умирали их братья, и они решили бросить вызов династии Манчу. В руинах храма среди пепла спасшиеся ученики находили свое оружие. Они нашли все необходимое для тренировок, чтобы сразиться с противником. Они тренировались, им было нелегко. Ведь есть жизнь, есть смерть и есть поединок. В бою выжили трое из пяти. Но они хранили в себе знания Шаолинь. Как Феникс, который вновь родился из пепла, они черпали свои силы из обугленных стен монастыря. Они вернулись в храм, чтобы готовиться к бою, чтобы бороться. Чтобы сделать что-то благородное, что-то полезное, имена это должны делать настоящие герои, независимо, происходит это в реальной жизни или в кино. Ты всегда смотришь на героя, который борется, сражается за справедливость, за добро, и ты видишь в нем себя. Одного из выживших монахов храма Шаолинь звали Джишань. Когда в 1765 году разворачивалась война, он обучал актеров пекинской оперы своему мастерству. Джишань делал это по двум причинам. Во-первых, чтобы передать навыки и знания храма Шаолинь, умение сражаться. А во-вторых, чтобы посеять зерно протеста в человеческих душах, чтобы они в скором времени выступили против императора Тирана. Актеры передавали полученные знания остальным, в том числе и зрителям. Со своими спектаклями они обошли всю страну. Почти через одно столетие, в 1850 году, впервые за всю историю Китая, группа актеров присоединилась к восстанию против династии Чинг. Когда восстание было подавлено, правительство наложило запрет на театр и оперу. Но актеры продолжали свою деятельность в подполье. Другими словами, театральное искусство с элементами восточных единоборств не могло исчезнуть. Через 20 лет правительство смягчило свою политику. ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ ПЕКИНСКОЙ ОПЕРЫ Вот какая была связь пекинской оперы с единоборствами Храмаша. Ты занимаешься восточными единоборствами не для того, чтобы драться. Ты это делаешь, чтобы научиться быть дисциплинированным. И это свойство восточных единоборств присуще каждому фильму. В самом начале 20 века, когда в Китае начали снимать фильмы, была нехватка актеров. Их находили во время спектакля пекинской оперы. В пекинской опере не было женщин, только мужчины. Вы допустите ошибку, если будете думать, что это был театр, в котором мужчинам нравилось носить женскую одежду. Сегодня много актеров, которые выросли в пекинской опере. Одно осталось неизменным до сих пор – тренировка. Она все еще интенсивная, утомляющая, экстремальная и очень часто достаточно жестокая. Когда мне было 7 лет, и я учился в школе, тренировки начинались с 5 вечера до самой ночи. Тяжелые тренировки. Учитель сказал мне, подойди ко мне, иди сюда. Подойди ко мне, думаю, настало время для Ча-Шамин. Это был шок для меня. Даже мой отец, мои родители, моя мама никогда меня так не били. Учитель наказал тебя. В те времена порка была очень популярна. И не только в школе пекинской оперы, но и, скажем, в экономической школе, где учитель мог тебя выпадать. Все это я видел собственными глазами, и могу сказать, что порка действительно очень эффективна. Очень часто актерское мастерство рассматривалось как неблагородная профессия. Обычным явлением было то, что мужчины исполняли женские роли в пекинской опере. С появлением кинофильмов считалось неприличным, когда мужчина играл женскую роль, поэтому стали появляться настоящие актрисы. Только представьте себе, что эти актрисы играли и мужские роли. Они переодевались в мужчин. Невероятно. Первой такой актрисой была кинозвезда Фэн Чжуа. Восточным единоборством ее обучили немного позже. Там Сау Жен создала свой оперный театр в своей 40-летней годовщине актерской практики. Без сомнений, самой известной кинозвездой этого жанра в Китае считается Чин Циэнг. В 1930-м году она открыла свое киностудию. Старший внук Чин Циэнг сегодня один из новаторов. Сам Ма Хунг Большой успех у боевиков появился с выходом в 1928 году в Шанхае фильма «Пожар в монастыре Красного Лотоса». Правдивые истории, динамичный сюжет стали основой самых известных боевиков. Фильм «Пожар в монастыре Красного Лотоса» стал подтверждением этому. Фильм был настолько популярен, что сняли еще 27 серий продолжения этого фильма. К сожалению, ни одна из них к нам не попала. Но, к счастью, сохранилось несколько фильмов еще со времен немого кино. Никогда эти фильмы не показывались за пределами Азии. Фантазии, магия – самые сильные элементы китайской культуры. Они же лежали в основе спектакля пекинской оперы. Эти же самые элементы использовались при съемках первых фильмов. Фильмы были красиво сняты, к тому же они имели большое значение для зрителей. Большинство фильмов были сняты по реальным событиям, по духовным убеждениям, легендам и популярным в то время романам. Технические фильмы могут показаться слегка примитивными по сегодняшним стандартам. Но присмотритесь внимательнее, и вы заметите, что все приемы в боевиках нашего времени остались неизменными. КОНЕЦ КОНЕЦ Девушки отдыхают После чего очень много режиссеров, которые признавали только китайский язык, переехали в Гонконг, где было намного меньше ограничений и снималось больше фильмов В ходе Второй мировой войны Гонконг был захвачен Японией Новые фильмы не снимались И так было до тех пор, пока пепел войны полностью не развеялся И пока не пришел на помощь народный любимец всего Китая, который, можно сказать, просто спас кинематографию Все знают Фонг Фейхунг Фонг Фейхунг честный и порядочный человек, борец за справедливость В его фильмах не бывает задир, всегда и везде помогают слабому Он помогает всем Никогда не переходит на сторону зла Он человек с добрым и отзывчивым сердцем Он не только использует свои навыки целителя, чтобы спасать и лечить людей В то же время он играет роль настоящего патриота Фонг Фейхунг был мастером восточных единоборств Его стиль рукопашного боя был передан в фильмах режиссера Вупанга Вупанг нарушил традицию и нанимал настоящих мастеров восточных единоборств Вместо хореографа пекинской оперы Один из них — Лар Карл Лонг Я обучаю искусству Ханг Гаре Это разновидность рукопашного боя Моим учителем был мой отец Лам Сай Винг А кто был учителем Лам Сай Винг? Все знают? Вонг Фейхунг А кто же учитель Вонг Фейхунг? Лук На Чои Кто учитель Лук На Чои? Монг Жишань Монах храма Шаолинь Когда Вонг Фейхунг стал сниматься в кино, я помогал ему Я обучал искусству боя Сначала мы боролись за настоящее кунг-фу Актера, которого в своих фильмах изображал Вонг Фейхунг, звали Кван Таг Хинг Давайте поговорим о Кван Таг Хинг Он работал в опере, в кантонийской опере А когда набирали актеров для съемок, он понравился своим красивым телом и высоким ростом Теми же свойствами обладал Вонг Фейхунг Но поскольку он не владел кунг-фу, мои учителя и братья взялись за его обучение Вонг Таг Хинг был умным и образованным, он был актером оперного театра Фильмы Вонг Фейхунга очаровали зрителей Китая, они популярны даже сегодня Его работы также произвели большое впечатление на двух людей, которые пошли по следам режиссера Это Джеки Чан в комедии и Джет Ли в драме Кван Таг Хинг снял около 90 фильмов с участием Вонг Фейхунг Его характер стал так похож на Вонг Фейхунг, что о нем стали слагать легенды А когда он состарился, он стал народным целителем Открыл свою аптеку, обучал восточным единоборствам И несмотря на большую популярность в фильмах Кван Таг Хинг о Вонг Фейхунге Женщины покоряли сцену с большим успехом, начиная еще с 1950 года В моем первом фильме не было женщин В нем я играю мужчину, парня Дело в том, что тогда женщине очень сложно было чего-то добиться Мужчины, наверное, специально поставили женщину на сцену, чтобы испытать ее и в этом деле Известными киноактрисами тех времен были Тэй Пэй Ченг Джозефин Сао Сьюи Нэйи И Чен Пачу И каждая из них периодически играла мужскую роль в фильме Отношение азиатского общества к кинематографии не изменилось с 1920 года В 50-х, 60-х годах существовало две крупных кинокомпании Название первой было «Кэсси Фильм Компани» Вторая компания... Шоу Бразерс В 50-м году Шоу Бразерс построила большую, оснащенную всем необходимым студию в Гонконге Наклер Уотер Бэй Это город, в котором каждый работает, живет, ест и спит Каждый Декораторы, режиссеры, актеры, техники, операторы Все, кто хоть как-то был связан со съемками фильма, жил прямо в студии вдали от окружающего мира В 50-м году Раймонд Чоу присоединился к компании Шоу Бразерс Стал спонсировать компанию, как и Ран Ран Шоу Под присмотром опытного Раймонда Чоу, Шоу Бразерс продолжал съемки популярных фильмов, где герои боролись на мячах Однако Чоу и режиссеры начали принимать элементы японских фильмов Акиры Курасавы Да, возможно, со стороны компании Шоу Бразерс были попытки копирования образа самурая Потому что это было связано с большими деньгами в Азии Кинокомпании поддавались чужому влиянию Некоторые перенимали сюжеты фильмов Курасавы Я думаю, что в то время, в ту эпоху, японцы очень реалистично изображали поединки и сражения Борьбу на мячах Акера Курасава был великим гуманистом Сюжет каждого его фильма призывал быть патриотом своей родины Он был очень смелым Все работы Курасавы – это яркий пример высокого режиссерского мастерства А также философских и духовных аспектов восточных единоборств Кинокомпания Шоу Бразерс время от времени показывала фильмы Курасавы и других японских режиссеров Среди которых были хорошие сценаристы и авторы сценария Китайские режиссеры за счет этого повысили свой профессионализм Поняли, как добиться реалистичности Три директора Шоу Бразерс – братья Кинг Ху, Чен Че и Лао Кар Юнг – были дополнением друг друга Это трио могло изменить всю сущность восточных единоборств и изменить в корне Кинг Ху и Чен Че были фанаты своей работы Они были под влиянием единоборств своей эпохи Да, я думаю, эти три человека очень важны для нас всех Важны для всего Гонконга, потому что они полностью изменили культуру кинематографии До них фильмы-боевики снимались только в оперных театрах Но начиная с фильма «Идем, выпьем со мной» Боевики вышли далеко за пределы театра А это, я думаю, имеет очень большое значение Благодаря фильмам я стала известной Кинофильмы изменили мою жизнь После этого фильма я снялась еще во многих Икрадущийся тигр, я без ума от этого фильма Это настоящий боевик Это очевидно, что именно Кинг Ху сделал самый большой вклад в совместную деятельность братьев Сочетание белого и черного на фоне национального разнообразия цветов и красок На этом фоне поставлен каждый фильм Конечно же, есть и влияние пекинской оперы Я думаю, что большинство его фильмов, по крайней мере, самые лучшие из них Это яркий пример изящества и мастерства актеров пекинской оперы Характеры героев, отрицательные персонажи, сюжет Все разнорачивается на одной плоскости Добрые парни побеждают Потом что-то происходит Но динамика, сюжет, актерское мастерство, музыка, хореография, позирование Динамика И так в каждом фильме Как будто на режиссера повлияли фильмы Хичкока Помимо грациозности движений В фильмах присутствовали элементы тревоги, опасений Его фильмы и фильмы Ченг Че различны Поскольку, например, Кинг Ху акцентировал внимание на отношения мужчин и женщин В то время как Ченг Че концентрировал свое внимание на справедливости и порядочности в отношениях между мужчинами Режиссер Ченг Че был воодушевлен реализмом и мужской дружбой в фильмах Курасавы В фильмах Ченг Че женщины ничего не значили В лучшем случае Абуза Это в лучшем случае Они очень редко встречались в его фильмах Мне кажется, что он их вообще никогда не замечал Тогда практически все кинозвезды были женщинами Фильм «Однорукий человек с мечом» был первой картиной, которая подчеркивала необходимость лидерства со стороны мужчин «Однорукий человек с мечом» Думаю, этот фильм произвел на меня самое большое впечатление Он для меня очень многое значит Когда я был еще маленьким, я болел полиэмилитом Я считал себя немного неполноценным, не таким, как все И когда я смотрел этот фильм, меня как будто током ударило Я сказал себе, я это могу Тот парень с одной рукой дерется, как лучший каратист в мире Фильм произвел на меня огромное впечатление С его помощью я вырос нормальным человеком Следует учитывать тот факт, что человеческое восприятие слабости Сострадание к слабому придает ему силы Это концепция Это философия восточных единоборств В 1967 году фильм «Однорукий человек с мечом» был самым популярным Молодежь Гонконга, Соединенных Штатов Америки, Европы Прислушивалась к своему внутреннему голосу, пытаясь имитировать героя фильма Ченг Че понимал это Создается впечатление, что он этого и добивался Учитель, я не верю больше тебе Я пойду своей дорогой Цель фильма была сказать «Не допусти, чтобы молодежь была слабой Пойми это, обучи ее И она станет твоей силой» Он осознавал, что это была копия американского фильма «Мятежник без причины» «Однорукий человек с мечом» — это всего лишь один из сотни фильмов Ченг Че Многие из них стали классикой кинематографии И это не было гармоничным сочетанием кровавого реализма и интеллектуальности героев За что его стали уважать Его работы нужно оценивать по их отличной постановке и первоклассному сценарию В 1967 году на него повлиял фильм режиссера Артура Пенса «Бонни и Клайд» «Бонни и Клайд» Я многому научился у Ченг Че В 1973 году я снял свой первый фильм «Юный дракон» В котором много элементов из фильмов режиссера Ченг Че Душевное состояние героя, главный герой — мужчина Его справедливость, страсть, прямота — все как у Ченг Че В фильмах Ченг Че всегда делалось ударение на справедливость и душу героя Поэтому я боготворю этого человека Третий режиссер кинокомпании «Шоу Бразерс» — Лао Карл Юнг Он настоящий мастер восточных единоборств Его родословное берет свое начало со времен Монг Жи Шена Монг Жи Шен — известный мастер единоборств со времен храма Шаолинь, который был сожжен Он обучал своему мастерству актеров пекинской оперы Всю свою жизнь Лао Карл Юнг посвятил развитию своего жанра кинематографии Благодаря его трудам мы можем увидеть традиции двух культур восточных единоборств Пекинской оперы и храма Шаолинь В те времена не было снято ни одного фильма о монахах Никто не осмелился бы этого сделать Обычно снимали фильмы с участием красивых актеров, добрых героев Почему же появился смельчак, который снял фильм с участием лысого монаха Гордон Йо? Не имеет значения, как ты делешься, это не важно В фильмах о монахах нет никакой романтики В боевиках она есть И вот продюсер и режиссер Лао Карл Юнг задал такой вопрос Как это так, что в фильме нет любовной истории? Но у монахов ее не может быть Так что же мы снимали? История о состоянии души О канфу, о стойкости монахов И наконец-то мы закончили съемки фильма «36 комнат Шаолинь» С выходом этого фильма на экран я хотел показать, что же такое настоящее канфу Канфу не предназначено для боя Просто нужно давать отчет некоторым вещам Доверять глазам, своим ушам Они – настоящее оружие Каждый должен пройти тренировку во всех комнатах Комната лезвий, комната удара ногой, комната глаз, ушей Они должны тренироваться в каждой из них И я пришел к выводу, что каждая часть человеческого тела, которая может двигаться, должна чувствовать свое движение Каждая часть тела должна ощущать собственное движение И тогда появится харизма в своем движении Все это я решил показать в фильме «36 комнат» Человек не может познать кунг-фу, сидя, либо двигая только одной частью тела Все тело должно быть в движении Для других режиссеров это может быть очень сложно Но только не для режиссера Лао Карл Юнг Для него это было просто, потому что его называют словарь кунг-фу В моем понимании, смысл настоящих восточных единоборств заключается не в обучении людей убивать, либо избивать других Настоящее восточное единоборство — это искусство управления своим сердцем и контроль над рвением души Это искусство, благодаря которому можно стать честным и справедливым человеком Фильмы восточных единоборств были очень популярны в Азии Они еще не дошли до Америки В 1970 году произошло два события, которые радикально изменили боевик Первое событие — когда Раймонд Шоу ушел из компании «Шоу Бразерс» И вместе с Леонардом Хо создали свою компанию «Голден Харвест» Где-то в конце 60-х в Соединенных Штатах стало популяризироваться телевидение Руководство компании «Шоу Бразерс» то же самое ощутило и в Гонконге Они думали даже о временном сокращении И работать в полсилы Вкладывать меньше денег в телевидение Я с этим, правда, не был согласен И так в 1970 году мы выпустили 4 картины из 5 Вторым событием 1970 года был парень Его звали... Брус Ли Брус Ли Брус Ли Брус Ли Брус 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 Ли Даже сегодня я убежден в том, что лучшего актера, чем Брус Ли, никогда не будет Его мастерство ведения боя Его харизма Его образ наполнен любовью к нему Не только из-за его актерских качеств, но и из-за его философии боя Отношений к жизни Он был справедливым, европизированным Дружелюбным, целеустремленным Его отношение к китайской культуре не было искажено Брус Ли Он великолепно играл главные роли в боевиках, хотя родился и вырос в Сан-Франциско, в Калифорнии Сначала он стал актером, а потом каратистом Свою первую роль он сыграл, когда ему было где-то 5 лет Изучать кунг-фу он начал в 10 лет Его отец был оперным певцом Ему было суждено стать выдающейся личностью шоу-бизнеса Первым фильмом, который транслировался по телевидению, снялся Брюс Ли Это был фильм «Зеленый шершень» Каждый день я видел по телевизору этого парня в маске, который все время прыгал, летал, дрался Фильм «Зеленый шершень» удался, но США еще не были готовы, чтобы Брюс Ли стал кинозвездой Я восхищаюсь Брюсом Ли Помню в одном интервью он, как ты сказал, что ему было суждено сниматься в кинофильмах с использованием кунг-фу Но поскольку у него было азиатское лицо, американское телевидение не верило, что этот человек мог стать известным в Соединенных Штатах Америки Брюс Ли выехал из Америки и отправился в свою любимую страну, в Гонконг Когда Брюс Ли пришел в нашу кинокомпанию, первый фильм с его участием мы сняли в Бангкоке После первых дней съемок режиссер позвал меня и сказал Я хочу изменить образ Брюс Ли, потому что он не может драться Я спросил, почему? Он ответил, все в стране знают, что мы зовем его Ли тройной удар, потому что он может ударить всего три раза Я полетел в Бангкок, посмотрел, как проходили съемки И спросил Брюса, что происходит Он ответил, режиссер никуда не годится, потому что эти три парня всего лишь солдатики Причем бездарные, они не умеют драться И если я дерусь с ними пять минут, что со мной будет, когда я встречусь с настоящим борцом? Кстати, он сказал, мой тройной удар настолько сильный Что я очень просто могу их троих вырубить Я видел съемки, видел фильм И пришел к выводу, что нужно было менять режиссера Да, как давно это было Я убежден, что он повлиял на каждого китайца Кто был хоть как-то связан с кинематографией Он гениальная личность Все им восхищались Он так выделялся в толпе народа и гордился тем, что он китаец Его чувство патриотизма было очень сильным Думаю, что Брюс был не только хорошим воином Он был намного больше Он был больше, чем актер или кинозвезда Философия его души Книги, которые он написал Тао Джит Кун До Его идеи Все это стояло на один шаг впереди его времени И я сказал Освободи свой разум Стань аморфным Бесформенным, как вода Когда ты наливаешь воду в небольшую емкость, она становится чашкой Когда вливаешь в продолговатую емкость, она становится бутылкой Когда вкруглую, она становится чайником Будь водой, мой друг Его особенностью было то, что у него был свой специфический характер Своим характером, актерскими качествами он отличался от остальных Он очень доверчив Легко совмещал в себе американскую и китайскую культуры Нельзя сказать, что он вел себя как китаец Он выражал верность своей стране и народу европеизированными методами Когда за ним наблюдаешь Понимаешь, что он не просто актер Он намного больше Овладеть стилем может не только одинокий человек У которого есть своя вера В дальнейшем она станет истинной правдой для него Которую нельзя будет изменить Но если у тебя нет стиля Если ты всего-навсего говоришь Вот он, я, человек Как я могу показать себя во всей красоте? Так толку не будет Не будет стиля Потому что по своим свойствам стиль похож на процесс кристаллизации На процесс постоянного роста Когда ты бьешь Я сейчас как раз над этим работаю Ты должен при этом позировать перед камерой И вложить всю силу в этот удар Сконцентрироваться Потому что это твое оружие Я никогда не видел, чтобы так быстро меняли свою скорость Как он это делал Наверное, я этого никогда не увижу Это так заводит зрителя Никто не дерется так, как он Поединок с его участием очень энергичный, живой И в какой-то степени философский Потому что каждое его движение очень быстрое Каждый блок, любая перемена темпа боя Его взгляд, это просто замечательно Это притягивает к себе Это веселое и вдохновляющее зрелище Его взгляд был устремлен только вперед Все его движения потрясающие Они сопровождались своеобразными звуками Помню, как я посмотрел фильм «Возвращение дракона» Когда я пришел домой, я сказал Джерри Торп «Ты видел этот фильм?» Он сказал «Нет» Я ему в ответ не видел «Тебе стоит его посмотреть» И тогда я понял, что каждый из нас Должен был посмотреть этот фильм И он сказал мне «Мы имеем дело с Джеймсом Бондом Восточных единоборств» Я ему ответил «Нет, Джерри Мы имеем дело с настоящим мастером Восточных единоборств» А это большая разница Для меня – да Если честно, в моем понимании Восточное единоборство – это способ проявить себя Это непросто сделать Я бы легко снялся в каком-нибудь шоу Был бы самоуверенным, нахальным Чувствовал бы себя очень хорошо Все было бы отлично Я мог бы делать и другие дурацкие вещи Понимаете? Изображал бы самодовольного человека Но ведь я могу показать зрителю интересные движения Но я еще раз хочу повторить Если быть до конца откровенным с вами Мой друг, самоутвердиться – это очень сложно Людям всегда было интересно, почему раньше было снято такое количество боевиков Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok